Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Добровольский. Давайте посмотрим, какие были новости на хай-тек рынке во второй неделе декабря 2014 года. Поехали! На прошлой неделе прошла информация о том, что у компании Qualcomm есть проблемы с выходом очередного Qualcomm Snapdragon 810 чипсета, на котором будут построены все основные флагманы 2015 года. Так вот, новая информация, проблем никаких нету. Джон Карвилл, директор по связям с общественностью Qualcomm, развеял дым и гарантировал всем, что Snapdragon 810 выйдет вовремя, безо всяких проблем. Карвилл дипломатично отказался комментировать предшествующие негативные спекуляции на эту тему и выразился по поводу предстоящего флагманского чипсета следующим образом. Могу сказать вам, что все, касающееся Snapdragon 810, остается в силе, и мы ожидаем коммерческие образцы девайсов в первой половине 2015 года. Конечно, это очень хорошая новость для тех, кто жаждет заполучить в свои руки флагманские девайсы следующего поколения, построенные на 20-мм 64-битном чипсете Qualcomm. Еще пока не анонсированный планшетофон ZTE Q7 проходит сертификация в китайском TINA. Дизайн очень сильно напоминает iPhone 6 Plus. Продаваться будет аппарат только в Китае. У телефона 5,5 дюймов, 720p дисплей, 4-ядерный процессор MediaTek, 1,5 ГГц на ядро, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ постоянной памяти плюс microSD-слот для расширения, 8 Мп основная камера, сдвоенная светодиодная вспышка, операционная система Android 4.4.4. Физические размеры смартфона схожи с таковыми у iPhone 6 Plus. 157 на 78 на 7,9 мм. Вес 160 грамм. Пока нет никакой информации насчет цены устройства. Ожидается, что смартфон появится на полках китайских магазинов в ближайшем будущем. Относительно недавно компания Google обновила линейку смартфонов Nexus. Вышел Nexus 6. Так вот, к сожалению, Nexus 5 прекращает свое существование, производство его остановлено. Стало известно, что сборка Nexus 5 остановлена, то есть новых коммуникаторов Google выпускать более не будет, распродавая оставшиеся складские запасы. В итоге из актуальных гуглофонов останется только Nexus 6. Nexus 5, который уже решил проблемы с работоспособностью камеры и временем автономной работы без подзарядки, все еще позиционируется актуальным и приемлемым с точки зрения подлежащего оборудования. Тем паче для него готова прошивка Android 5 Lollipop. Meizu MX4 и Meizu MX4 Pro это, кажется, не единственные два смартфона, которые компания Meizu выпустила в 2014 году. Meizu чувствует себя прекрасно, прочно сидит в седле и готова сражаться со своим самым главным оппонентом Xiaomi. Недавно всплыли тесты производительности еще не анонсированного смартфона Meizu K52. Про цену говорят, что оно составит около 799 юаней, что составляет 130 долларов. Ожидается, что у смартфона будет 4,6 дюймов дисплей с разрешением Full HD, 64-битный 8-ядерный процессор от Mediatek, 1,7 ГГц на ядро, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянного хранилища. Также будет поддержка двух сим-карт. Всплыли несколько фотографий будущего смартфона. Дизайн выполнен знаком в стиле Meizu. Смартфон пластиковый и имеет форму лодочки. Так же, как у остальных смартфонов Meizu, у K52 есть центральная тач-кнопка «Домой». ZTE стартовала к звездам, представив на российском рынке свой новый смартфон ZTE Star 1. Чтобы подчеркнуть причастность компании к космосу, презентация была проведена в московском планетарии. Правда, Star 1 был представлен компанией ZTE на китайском рынке еще в апреле 2014 года, поэтому новинкой его назвать достаточно сложно. Из особенностей данной односимочной модели можно отметить поддержку ее сетей четвертого поколения. Каркас из титанового сплава и стеклянную заднюю панель. В России в продажу Star 1 поступит в этом месяце по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. За год ZTE планирует продать 10 тысяч таких устройств. Технические характеристики Star 1 следующие. Процессор Qualcomm Snapdragon MSM8928, четырехъядерный. Графика Adreno 305. Операционная система Android 4.4.2 KitKat. Экран 5 дюймов IPS Full HD 1920x1080 пикселей. Аккумулятор 2300 мАч. Память 2 ГБ оперативная и 16 ГБ постоянная, которую можно расширить с помощью microSD до 64 ГБ+. Основная камера 8 мегапикселей, фронтальная камера 5 мегапикселей. Компания Motorola выпустила очередной рекламный ролик своих смарт-часов Moto 360. Ролик является частью серии A Watch for Hour Times. Часы для наших времен зацените. Клип, названный Архитектор, показывает нам креативный ум посреди работы с аккомпанирующей на фоне классической музыкой. Часы Moto 360 получают уведомления из приложения Tinder, популярного сервиса свиданий. Надпись на экране часов под фотографией девушки гласит «У вас есть новое соответствие в Tinder». Видео демонстрирует, что Moto 360 предназначен для повседневных задач сегодняшней современной жизни. Флагман Xiaomi Mi 4 поплывет на запад. Наконец-то смартфон приобрел поддержку международного стандарта сотовой связи FDDLTE. 16 декабря Xiaomi предложит Xiaomi Mi 4, который умеет работать в сотовых 4G-сетях FDDLTE. Ранее этот коммуникатор поддерживал лишь китайскую связь TDDLTE. Изначально будет доступен только 16 гигабайт вариант телефона по цене 2000 юаней или 320 долларов. 64 гигабайтовая модель появится позже. Xiaomi Mi 4 сделал акцент на качество внешнего исполнения с каркасом из нержавеющей стали и корпусом со скошенной кромкой а-ля iPhone 5S. Рамка вокруг облачения телефона покрыта особым нано-слоем, отбрасывающим прочь влагу и жирные отпечатки пальцев. Вместо экранных кнопок, которые ныне в моде среди Android смартфонов, установлены физические клавиши «назад», «домой» и «меню». Xiaomi Mi 4 пригласил на борт 5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей и слоистой структурой. Благодаря очень тонкой экранной рамке, смартфонам толщиной 8,9 мм и весом 149 грамм удобно пользоваться одной рукой. За вычисление отвечает 4-ядерный 2,5 ГГц процессор Qualcomm MSM8974 Snapdragon 801, сопряженный с 3 гигабайтами оперативной памяти. Подсистема фото- и видеосъемки Mi 4 представлена из тыловой 13-мегапиксельной камеры с датчиком Sony IMX214, широкой диафрагмой f1.8, светодиодной вспышкой и видеозаписью в формате 4К, а также фронтальной 8-мегапиксельной камерой с апертурой f1.8 и 80-градусной широкоугольной обзорностью. С позицией программных возможностей здесь все хорошо. Перефокусировка готовых снимков, объединение, снятых со вспышкой и без кадров, слежение за объектом, съемки. Несъемные батареи емкостью 3080 мАч хватит, как заявлено, на целый день и еще половину, гораздо больше, нежели в случаях прочих 5-дюймовых флагманских смартфонов. Организована поддержка быстрой зарядки с показателями 9 Вольт, 1,2 Ампера или 5 Вольт, 2 Ампера. Менее чем за час аккумулятор можно зарядить на 60%. Интересным дизайнерским решением видятся сменные задние панели. Моду на них положила Nokia, а недавно похватила OnePlus со своим One. Предложен приличный ассортимент крышек, причем с разной текстурой, напоминающей дерево, бамбук, кожу и даже мрамор. Мобильная платформа Google Android 4.4.2 KitKat видоизменна фирменным пользовательским интерфейсом MIUI. Новые прикольные видеоролики Huawei Ascend Mate 7 стравливают фаблет с iPhone 6 и Samsung Galaxy S5. Компания Huawei недавно выпустила два новых рекламных ролика своего фаблета Ascend Mate 7. В частности, акцент сделан на сенсор отпечатка пальца. Как мы помним, Huawei сильно акцентировались на том, что их сенсор работает значительно быстрее, чем таковые в Apple, Samsung или других компаниях. Первая реклама стравливает Ascend Mate 7 с Samsung Galaxy S5. В видео показывается, что сенсор отпечатка пальца, расположенный на задней стороне смартфона Huawei, легче в использовании, чем таковой у Samsung. По крайней мере, если вы являетесь оборотнем. Вторая реклама про Супермена, который не может достаточно быстро сменить личность, используя iPhone 6, но с Ascend Mate 7 у него это получается. Спасибо сенсору отпечатка пальца, который поддерживает гостевой режим. Доступный к покупке с сентября 2014 года Huawei Ascend Mate 7 был продан в октябре тиражом 1 миллион экземпляров. Устройство работает на операционной системе Android KitKat и обладает некоторыми high-end характеристиками, включая 6-дюймовый Full HD дисплей, 3 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 925 и аккумулятор на 4100 мАч. Новый смартфон LG L25 окажется самым мощным из Firefox смартфонов. LG L25 станет первым коммуникатором корейского бренда, работающим под управлением альтернативной мобильной операционной системы Mozilla Firefox. Благодаря информационным утечкам на Twitter-канале AppLix стало известно, что новинка получится одним из самых мощных Firefox-устройств. Понятное дело, учитывая нетребовательность Mozilla смартфонов к подлежащему оборудованию, девайс относительно слаб. У LG L25 4,68 дюйма, 720p дисплей, 4-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 400, 1,5 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ постоянной памяти, 8-мегапиксельная основная камера, 2,1-мегапиксельная фронтальная камера и LTE-связь. Аппарат заключен в корпус толщиной 10,5 мм и весом 148 грамм. LG L25 следует ждать в следующем месяце. 10 декабря компания Vivo представила свой новый смартфон Vivo X5 Max. Это самый тонкий Android смартфон в мире, его толщина составляет 4,75 мм. Достигнуть это удалось благодаря многим ухищрениям, включая самый тонкий в мире дисплей 1,36 мм. Vivo X5 Max располагает 5,5 дюйма Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD. Имеет два слота для SIM-карты, один microSIM, другой nanoSIM. Второй случай ненадобности может быть использован для карты расширения памяти microSD. Под капотом смартфона работает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 615. 4 ядра по 1,7 ГГц и 4 ядра по 1 ГГц. Оперативной памяти 2 ГБ, внутреннее ухранилище 16 ГБ. Впечатляет то, что Vivo X5 Max запихнули 13-мегапиксельную основную камеру Sony IMX 214 след вспышкой, такую же, как и в Xiaomi Mi 4. Фронтальный модуль имеет разрешение 5 Мп. Также достижением является то, что в таком тонком корпусе установили обычный миниджек 3,5 мм для наушников и гарнитуры, в отличие от микроджек в OPPO R5. Для последнего придется искать переходник, чтобы использовать ваши любимые наушники со стандартным коннектором миниджек. Смартфон работает на операционной системе Android 4.4.4 с настройкой Funtouch OS 2.0. Компания Vivo считает, что для пользователя данного смартфона очень важно иметь возможность петь караоке, поэтому предустановили в аппарат приложение караоке. Музыкальный чип смартфона имеет поддержку Hi-Fi 2.0, это Yamaha ESS 205X. Старт продаж смартфонов в Китае намечен на 22 декабря 2014 года по цене 485 долларов. Компания Xiaomi нарушает патенты компании Ericsson в Индии. Высокий суд Дели приказал компании Xiaomi остановить производство, продажу, маркетинг и импорт телефонов в Индию. Это явилось результатом нарушения со стороны Xiaomi патентов Ericsson, которая обратилась в суд против Xiaomi о предотвращении дальнейших продаж телефонов китайской компании в Индии. Согласно заявлению Ericsson, компания пыталась связаться с Xiaomi несколько раз в прошлом, но была проигнорирована. Руководитель Xiaomi в Индии Ману Джейн сказал, что в компании не получали никаких уведомлений из суда, но в дальнейшем будут работать с Ericsson и судом, чтобы разрешить вопрос. После получения ордера из суда все смартфоны Xiaomi будут убраны из индийского онлайн-магазина Flipkart, который стал частью дела. Чипсет Qualcomm Snapdragon 810 будет поддерживать LTE на скоростях до 450 Мбит в секунду, категория 9. Будущие смартфоны носок 810 будут поддерживать Cat 9 LTE, в котором теоретическая пиковая скорость скачки даунлоу составляет 450 Мбит в секунду. Чтобы вы понимали, в Snapdragon 805 поддерживается Cat 6 LTE, который позволяет скачивать данные с максимальной скоростью 300 Мбит в секунду. Максимальная скорость закачки upload остается равной 50 Мбит в секунду. Такое значение она имеет, начиная с Cat 3 LTE. Стандарт Cat 10 LTE обещает скорость upload до 100 Мбит в секунду, но очевидно, ждать поддержки такого стандарта сотовым императорами придется еще очень долго. Скорость 450 Мбит в секунду у Snapdragon 810 достигается путем использования трех 20 МГц несущих частот одновременно. Qualcomm уже провела некоторые тесты на реальных коммерческих, а не лабораторных сетях и обещает, что результаты соответствуют заявлениям. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь оно было полезным. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы этого еще не сделаете, оставайтесь со мной, я всегда с вами. С вами был Алексей Добровольский, до новых встреч, пока!